Здравствуйте, дети! Сегодня у нас очень необычное занятие, творческое занятие, ребята. У нас уже было одно такое занятие, сейчас продолжение идёт занятие. Мы с вами работаем по сказкам. Мы с вами, ребята, лепили зайчиков. Посмотрите, какие зайчики. Мы с вами лепили вот с тобой колобка и лисичку, и зайчика. А сегодня ещё к вам на занятие пришли вот такие вот друзья. Посмотрите, кто только к нам пришёл. Пришла кошечка, кысочка-мурысочка. Вот она с каким хвостиком хорошая какая, кысочка пришла. Вспомнили эту сказку? Телебом, телебом, загорелся кошкин дом. Вот, правильно, ребятки, вспомнили. А это кто такая пришла? Хитрая такая, рыженькая. Правильно, это лисичка. А помните, она во всех разных сказках участвует у нас? Есть сказка «Лиса и петух», есть сказочка «Лиса и заяц». Ой, где только она-то, хитрая лисичка, не бывает, во все сказки попала. Посмотрите, а это ещё кто к нам пришёл. Какой пришёл красивый большой медведь. Вы только посмотрите, ребятки. Вот, сказку вспомнили «Три медведя» и ещё разные другие сказки. Вот, вспомните, ребятки, это всё. Ещё к нам на занятие пришёл вот такой вот зайчик. Посмотрите, какой красивый зайчик. Он тоже во всех сказках участвует. Вспомните, как лисичка его выгоняла, как он шёл, плакал. А это к нам пришёл бегемот. Посмотрите, какой. У Чуковского помните стихотворение про бегемота? Вот это всё такие герои пришли к нам. А ещё у нас пальчиковый театр. Помните, ребята, мы с вами делали из теста пальчиковый, делали пальчиковый театр. Вы лепили разные-разные фигурки разных тоже сказочных героев. Так вот, ребята, сегодня эти сказочные герои пришли к нам в гости, и мы будем лепить, продолжать лепить сказку. Но для того, чтобы нам выполнить эту сказку, слепить каких-то героев, кого вы желаете, ребята, лепите. Героев много. Я примеры показала вам. Вот, нужно обязательно тесто. Тесто будет готовиться так. Берём стакан муки, полстакана соли, полстакана воды, замешиваем, размешиваем, и получается такой комочек теста. Вот у нас получилось солёное, хорошее тесто. Как работать с тестом, ребята, вы знаете. Сейчас будем вспоминать технику безопасности. Тесто кушать нельзя, правильно. У нас ещё для работы сейчас в магазинах продаётся очень много разных стеков. Так, ребятки, вспомните, как стеки мы передаём. Мы стек передаём друг другу тупым концом, острый зажимаем в ладони. Ну вот, ребята, мы вспомнили, тесто сделали, технику безопасности вспомнили, влажными салфеточками руки протираем. А сейчас, ребятки, мы будем думать, где вы будете заниматься с тестом. Спросите разрешения у родителей, оденьте фартуки, приготовьте рабочее место. Для рабочего места нам сегодня на работе понадобятся краски, гуашь можно, можно акварельные краски, кисточки, вода, салфетки влажные. Тесто как простое, так и цветное, стеки разные. Клей может понадобиться. Мы, ребята, уже с вами делали такое занятие. Сегодня будем продолжать дальше работать. Помните, мы с вами зайчика слепили? А сейчас мы к этому зайчику слепим ещё и медведя. Вспомните, в какой сказке был лиса, заяц, медведь. В каких сказках это были такие герои? А зайчик с медведем где был? Вспомните. Если мы его в сказке не помним, значит мы будем сами придумывать разные сказочки. Вот тесто у нас готово. От большого кусочка теста оторвали маленький кусочек, раскатываем, разминаем и начинаем формировать. Вот такой столбик из теста получился. Начинаем формировать медведя. Мы можем его слепить сразу из всего кусочка теста. Но мы лепим плоскостное. Объёмное мы с вами уже лепили. Вот такого вот плоскостного медведя мы будем лепить. Положили и начинаем формировать. Мы можем сразу же из теста вытянуть ушки, чтобы нам не приклеивать. Посмотрите уже головка какая у медведя получилась. А сейчас можем с помощью стека ещё сделать лапки. Вот разрезать нужно так. Получится одна лапка. Ещё разрезали. Ещё лапа. Посмотрите. И ещё сделаем ему задние лапы, чтобы он у нас ходил. Вот он какой у нас медведь получился. Посмотрите. И хвостик слепили. Вот, извините. Вот, ребята, что у нас получилось. А сейчас, чтобы нам оформить, что это медведь, нам нужно обязательно ещё отметить, где глаза, нос, рот у него с помощью стека или острых предметов мы сделаем глазки, носик, ротик. Мы можем с вами ещё ротик ему сделать маленьким надрезом, а носик прилепить. Берём маленький кусочек теста, раскатываем и прилепляем. Вот у нас получился такой медведь. Посмотрите, ребята, какой медведь у нас получился. Если работа нас устраивает, мы тогда берём кисточку, окунаем в клей и всё приклеиваем. А эту работу нужно будет аккуратненько с помощью стека вот так поднять и приклеим всё. И всё убрали. Когда мы всё приклеили, смотрим, как будет дальше. Вот у нас как какой медведь красивый получился. Вот какой медведь. Мы его приклеили. Вот какой медведь. Вы можете придумать, дети, сами сказку про медведя и зайчика. Можете вспомнить, где эта такая сказочка есть. Сейчас давайте ещё слепим одного сказочного героя. Слепим лисичку-сестричку. Хитрую лисичку. Вот она у нас уже здесь слеплена. Это как сказка называется? Правильно. Колобок называется сказка. Берём кусочек теста, также разминаем, формируем. И из целого кусочка стараемся сделать всю фигуру. Положили на бумагу и начинаем формировать с помощью стека. Можем, где нам нужно подрезать, где-то придержать стека мы можем. Вот у нас уже хитрые ушки у лисички сформировались. Сейчас из этого же кусочка теста мы можем вытянуть ей носик её хитренький. Вот какой у неё длинный носик получился. Посмотрите, какая у неё мордочка хитренькая. Так чтобы глаза... надо нам ещё глаза сделать, чтобы она всё видела. Вот уже какая лисичка. У нас уже из теста видно, как получается лисичка. Дальше берём стек. С помощью разреза делаем ей лапки. Обязательно сделаем хвостик очень хитрый. Лапки сделаем задние и передние. Вот как получилось. Вот видите, ребята? Вот у нас уже какая лисичка получилась. Если вы считаете, дети, что вас эта работа устраивает, вы можете уже начинать приклеивать. А если вы считаете, что вас что-то не устраивает, вы ещё всё подделайте, сформируйте и потом только приклеивайте. Берёте кисточку, берёте свою работу аккуратненько, с помощью стека поднимаете и приклеиваете. Вот у нас лисичка уже приклеена. Ребята, мы сегодня с вами слепили сказочных героев медведя и лисичку. А сейчас будем раскрашивать. Как мы будем раскрашивать? Ну, конечно, лисичку раскрасим оранжевой краской. Или жёлтой краской раскрасим её. Или оранжевой. Берём кисточку, промываем. И берём оранжевый цвет краски. Начинаем раскрашивать. Если наша поделка в цвете в нашем сейчас не понравится вам что-то, вы можете её подсушить и ещё раз раскрасить. Глаза можно сделать с помощью бисера или каких-то пуговичек, бусинок. Можно сделать из семян, из каких-то глазки подкрасить. Вот оранжевой краской мы уже с вами покрасили лисичку. Вот какая лисичка. Сейчас будем раскрашивать медведя. Медведь у нас, конечно, коричневый. Вы видите, какая краска должна быть использована. Вот мы берём коричневую краску и начинаем раскрашивать медведя. Конечно, поделки из сырого теста раскрашиваются сначала как бы не очень-то хорошо, но когда они подсохнут, сухие, раскрашивать интереснее будет. Поэтому вы работаете положительно в окошко, солнышко высушит и вы их подкрасите так, как вам надо, ребята. Вот у нас медведь и лисичка слеплены. Мы с вами их сегодня слепили. Это сказочные герои. Это у нас такое творчество, ребята. Эту работу мы можем доделать на следующем занятии. Мы можем прилепить им глазки из бусинок бисера. Мы можем просто из теста сделать глаза. Можем подрисовать им поляну или травку, цветочки, ягодки. И ещё мы с вами будем обговаривать творчески эту работу для того, чтобы нам придумать какую-то сказочку. Вот так что, ребята, на сегодняшнем уроке занятие не закончилось. Мы будем ещё продолжать работать с вами, а вы придумывайте других сказочных героев. Сказки вспоминайте и выполняйте работы. И посылайте мне на сайт Дворца. До свидания, ребята.